Знаете, в какой музей в советское время возили всех важных, всех высокопоставленных гостей Ленинграда? А где, в каком месте принимали в пионеры самых лучших, самых достойных октябрят? Не знаете, что это за место? Хотите узнать? Добрый день, здравствуйте! Меня зовут Анна, и это канал Russian From Russia для тех, кто изучает русский язык. Представьте себе, считается, что Ленин сидел именно на таком пеньке, когда писал свою работу «Государство и революция». Пенёк – это пень, вот такой, например. Так вот, Ленин писал свой труд «Государство и революция», сидя на таком пеньке. Не верите? Ну, давайте обо всём по порядку. Если от Сестрорецка, одного из пригородов Петербурга, проехать до конца вот по этой дороге, по этой улице, которая идёт вдоль озера Разлив и называется «Дорога к шалашу Ленина». Так вот, если по этой улице проехать до конца, то мы попадём в музейный комплекс. В годы моего детства здесь бывал каждый школьник, хотел он этого или не хотел. Почему? Потому что все школы должны были возить сюда детей на экскурсии. Я не была здесь лет сорок, но в прошлое воскресенье, когда мы в очередной раз проезжали через Сестрорецк, мы подумали, а почему бы не заехать в это место? Между прочим, раньше здесь был целый автовокзал, целый автовокзал, специальный автовокзал для одного музейного комплекса, представляете? Сейчас, правда, он в аварийном состоянии, и видите, здесь Ленин что-то пишет. Вы, наверное, хотите узнать, что это за музейный комплекс и почему вообще здесь музей? Вы, конечно, помните, когда была Октябрьская социалистическая революция, да? По старому стилю, по старому календарю она была 25 октября 1917 года, а по новому стилю 7 ноября. Так вот, за несколько месяцев до этого, в июле 1917 года, Временное правительство обвинило Ленина в том, что он работает на правительство Германии, и приказало Ленина арестовать. Ленину, конечно, нужно было где-то спрятаться. И вот 9 июля Ленин и Зиновьев приехали на окраину Сестрорецка и поселились у Николая Емельянова, рабочего местного оружейного завода. Поселились они у него в сарае. Поселились, значит, начали жить. Прожили они в этом сарае только несколько дней, а потом в посёлке появились полицейские, которые хотели найти и арестовать Ленина, которые искали Ленина. И решено было для Ленина найти новое убежище. Убежище это место, где кто-то прячется, кто-то скрывается от слова убежать, от глагола убежать, убежище. Так вот, Емельянов арендовал участок земли на другой стороне озера Разлив. Он арендовал этот участок земли, это место для сенокоса. Сенокос это когда косят траву и заготавливают сено. Сено это сухая трава. Емельянов арендовал участок земли и сделал вид, что он нанял двух костцов. Косец это человек, который косит. Ну и как вы понимаете, этими костцами как раз были Ленин и Зиновьев. На участке сделали шалаш. Шалаш это такой маленький домик из веток и сухой травы. И в этом шалаше Ленин и Зиновьев поселились. А Емельянов вместе со своим сыном жил рядом. И они помогали Ленину и Зиновьеву. Готовили для них, приносили им газеты, разговаривали с незнакомыми людьми, если такие появлялись в этих местах. И пробыл Ленин в этом месте примерно месяц. Вот этому-то времени и посвящен здешний музейный комплекс. Сегодня 7 июня. Музей и парк еще на карантине. Они официально закрыты до 14 июня. Они закрыты, но кого это останавливает? Конечно, никого. Вот это пирс, куда в июле 1917 года пристала лодка с Лениным. Пристала, это значит, подплыла и остановилась. На этой лодке Ленин с Зиновьевым приплыли сюда, с другого берега озера Разлив, где они жили в сарае. Там, кстати, тоже музей. И отсюда идет дорожка к шалашу. Заблудиться абсолютно невозможно. Во-первых, вот Ленин дорогу показывает, и везде таблички с вопросами. И вот показалась голова Ленина. В темноте это, наверное, выглядит немножечко жутковато, немножко страшно. Впрочем, если вы видели самую большую голову Ленина в Улан-Удэ, то эта голова не покажется вам слишком большой. Вот здесь, кстати, ссылка. Если вы не видели мой видеоролик о самой большой голове Ленина, вы можете посмотреть. А глаза такие добрые-добрые. Это слова из одного очень известного старого анекдота о Ленине. Хотите, расскажу. Дедушка, дедушка, а ты Ленина видел? А как же, внучек? А как же, это значит, конечно. Ой, а расскажи, пожалуйста. Ну, слушай. Дело было так. Иду я по Смольному, смотрю. Ленин воду в самоваре вскипятил и чай собирается пить. Я ему говорю. Владимир Ильич, а кипяточку не дадите? А он мне в ответ. А глаза такие добрые-добрые. Древний-древний анекдот, то есть очень-очень старый. А вот и он, шалаш. В мои детские годы он был побольше. Сейчас он поменьше, но зато приделали к нему, пристроили к нему, добавили сток сена. В 1928 году здесь открыли памятник шалашу Ленина. Через 4 года после смерти Ленина. А музей и вот эта копия шалаша из сена здесь появились в 1964 году. Видите, какой забор стоит, чтобы мы его не разрушили случайно. Этот шалаш переделывают каждые три года, то есть раз в три года делают новый шалаш. И везде эти таблички со странными вопросами. Фидель Кастро был на экспозиции. А ты? Почему они мне все время тыкают? Тыкать значит говорить человеку ты, а не вы. Обращаться к человеку на ты. Фидель Кастро здесь был и я, конечно, тоже. 40 лет назад, а может даже 45 лет назад. Я и сейчас бы зашла, но музей закрыт. И еще один Ленин. Почему вокруг него такие веселенькие цветные ленточки? Просят ближе пяти метров не подходить и дедушку Ленина не трогать. А мы его трогать и не думали. Интересно, куда Ильич показывает? Ильич это отчество Ленина. Он Владимир Ильич. Иногда его называют просто Ильичом. Куда же он показывает? Может быть, на этот пенек? Пеньки здесь очень популярны. Знаете почему? Конечно, потому что, когда Ленин писал, он сидел не на траве, а на пеньке. Вот видите, здесь даже так называемый зеленый кабинет есть. Ленин здесь якобы работал над публикациями, то есть писал статьи. Когда Ленин скрывался в шалаше, он, конечно, без дела не сидел. Он постоянно писал. Знаете, что такое якобы? Якобы это значит по слухам, так говорят. Здесь даже можно посидеть, как Ленин, посидеть на пеньке. Кстати, здесь даже фильм сняли. Синяя тетрадь называется, художественный фильм. Там тоже Ленин постоянно на пеньке сидит, когда пишет. Существует масса картин, очень много картин, на которых Ленин изображен в разливе, то есть здесь. Вот это самая, наверное, известная картина. Картина художника Рылова. Написал он ее в 1934 году. И находится она ни много ни мало в Русском музее, в самом Русском музее. Вот эта картина тоже очень известная. Это Соколов, тоже Ленин в разливе называется. Видите, костер горит, а Ленин сидит и что-то пишет. На пеньке, конечно, сидит. Есть даже картины, где Ленин почему-то сидит около шалаша в парадной одежде. Вот эта картина тоже в Русском музее находится. И здесь Ленин в галстучке у костра сидит. Почему на нем галстук? А кто ж его знает? Есть даже картины, где Ленин и Сталин в разливе вместе. Хотя Сталин никогда здесь не был. Кстати, а Зиновьева на таких картинах обычно нет. Я не буду сейчас вам много картин показывать. Вы их без труда найдете в интернете, если захотите. А еще здесь есть так называемая Красная тропа. Что это такое? А по этой тропе Ленин и его соратники уходили в августе 1917 года отсюда. В начале августа 1917 года оставаться здесь стало небезопасно. Время сенокоса заканчивалось и ЦК, то есть Центральный комитет партии большевиков, решил отправить Ленина в Финляндию. Верный Емельянов оформил Ленину документы на имя рабочего Константина Иванова. Они уходили по Красной тропе. Тогда еще это была не Красная тропа, а просто тропа. Они уходили отсюда в сторону железнодорожной станции. Эта история переходила из учебника в учебник, а потом перешла и в Википедию. Кстати, несколько слов о преданном большевике Емельянове, который прятал Ленина и Зиновьева. Во времена СССР обычно не говорили, что в 30-е годы Емельяновых репрессировали. Двоих сыновей Емельянова расстреляли. И Емельяновых реабилитировали только в 1954 году. Во время прогулки я то и дело, то есть иногда, да, время от времени, чувствовала легкое недоумение. Недоумение – это состояние, когда человек чего-то не понимает и поэтому удивляется. Что делает здесь эта голодная коза? Может быть, это потомок козы, которая видела когда-то дедушку Ленина? Ну ладно, коза, но что здесь делают эти странные арт-объекты? Это слон, да? А это кто? Кинг-Конг? Ой, и в довершение ко всему этот медведь. Мишка, который, кажется, перепил, то есть выпил слишком много спиртного, алкоголя, и теперь заблудился среди берез. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что вам было интересно. Я желаю вам всего самого-самого доброго. До свидания и до следующей встречи!